Здравствуйте, коллеги! Мы вновь на Prodexpo 2021. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня Алексей. Алексей, здравствуйте! Расскажите, какую проблему вы сегодня раскрывали перед нашими слушателями? Да, добрый день! Не то чтобы проблему, а важность развития собственного производства в сети супермаркетов. Мы обговорили то, что идет рост, и рост идет стабильный, и этим нужно пользоваться и быть уникальным в этой сфере. Тогда вопрос о вашей группе компаний. Какие новости, какие повестки дня? В нашей группе компаний все очень просто для начала. Мы занимаемся от колсалтинга до проектирования и оснащения производства. То есть это фабрики кухни, комбинаты питания, хлебобулочные заводы и так далее. Все, что крупное, все наше. Ну, в принципе, Dark Kitchen тоже наша тема. Чем мы уникальны? Это тем, что мы... Первое. Мы не берем просто проектирование. Мы в любом случае колсалтим, то есть мы проверяем ассортимент, мы разбиваем его на группы, мы проверяем, как он окупается, будет ли он окупаться, планируем инвестиции, показываем эти расчеты в бизнес-кейсе на перспективу 5-10 лет, чтобы у людей было, у заказчиков было явное понимание, что это выгодно или нет. Потому что с бумом фабрик кухонь, который сейчас происходит, фабрик кухонь, там, ради туит, очень много людей тратят деньги просто так, к сожалению. Потому что им говорят, что это выгодно, а не запускается какой-то ассортимент, который уже есть на рынке, и оказывается, что он не выгоден совершенно в конце. И это будут просто там утраченные инвестиции, ну, скорее всего. Да, либо это потом распродавать, либо искать, с чем еще стартовать, чтобы можно было бы это все окупить. Да, соответственно, мы сначала консалтим, потом начинаем проектирование, полностью рассчитываем технологическую зону, стадию ТХ, дальше мы рассчитываем и подготавливаем все для тендера, далее мы можем оснащать также оборудование, и ключевая особенность нас как компании в том, в том, что мы поставляем прямо под заказчика, то есть мы за счет этого экономим складские ресурсы и удешевляем стоимость оборудования. То есть мы сразу с Европы, либо с России, либо еще с каких-то стран, мы комбинируем и собираем все в машины и везем напрямую к заказчику. Это, конечно, идеальная история, она в 95% случаев работает, но если не работает, там, строители факапят или еще что-то, то мы, соответственно, оставляем на складах для дальнейшего уже подготовки к отгрузке. Да, и также мы ведем авторский надзор, после этого мы запускаем под ключ, ну, либо можем запустить под ключ, либо участвуем до выхода в определенные показатели производства. Далее сейчас мы уже на стадии, решающей стадии по автоматизации производства, то есть мы разработали свой модуль ERP, скажем так, модуль производства, который можно внедрить и в 1С, и в САП, и так далее. Чем он отличается от 1С и САП? Это тем, что он очень детальный, можно в режиме онлайна смотреть и рассчитывать себе стоимости, плюс привязка к оборудованию, сколько в тот или иной момент, там, стоимость оливье, допустим, оливье сейчас, сколько оно стоит, сколько расходуется электроэнергия, сколько фото и так далее, и так далее. Такого нет, мы вот сейчас, уже у нас есть опытные, подопытные, скажем так. Ладно, шучу, нет, на самом деле, мы сейчас делаем референс-объект для того, чтобы людям показать, что это работает и это интересно, что этим можно управлять, и только управление там двумя, тремя, четырьмя процентами себестоимости в год дает от 50 миллионов прибыли, чистой, упущенной, которая могла бы быть, наоборот, там, в развитие отправлена. Ну, вот как-то так. Мне стоит лишь добавить, что семь раз отмерь, один отрежь. Это в этом прелесть компании, которая сэкономит ваши деньги, немного забрав в начале. Получается, прибыль гораздо будет больше, и проблем будет гораздо меньше. Да, все верно. Желаю вам удачи, надеюсь, что рынок прислушается и поймет, что нужно в начале полностью подготовить всю базу, и потом только вкладываться. Тогда, я думаю, выигрышных, классных проектов будет гораздо больше. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok